Валерий Курас 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 Но вот насколько эти стереотипные вещи, действительно, статья в британской газете нашумела, это не единственная статья, и раньше такие выходили. Причем, ладно бы, в западной прессе, время от времени в российской в том числе прессе выходит. Насколько действительно нашу страну знают, или это все-таки терринкогнито некая? Я хочу сказать, наверное, главное, не важно, что они там про нас написали. Тем более, что телеграф, объективные издания написали не в общем-то правду. И про памятники ЮНЕСКО, и про наших тетушек. Важно, дамы и господа, что про нас вообще написали, в принципе. Потому что вы поймите, что мы все время находимся на низком старте в плане туризма. Нам все время не хватает пиара, разные факты. Но давайте посмотрим, как продвигались другие дестинации, другие страны. Та же Польша, что про них писали? Что польские сантехники, когда они только-только развивались как страна, как туризм свой развивали, что польские сантехники, значит, они заполонили всю Америку. И польский сантехник вдруг неожиданно стал символом для продвижения Польши. Я хочу сказать, что продвигаются по-разному страны. В том числе и какими-то пикантными особенностями. И какими-то такими, может быть, не всегда очень положительными. Но это пиар, понимаете? Он так делается. Раз, про нас написали. Не, ну про Украину тоже много пишут. Нет, там контекст другой, там другой контекст. У нас контекст, он все-таки тем более в русле того, что сейчас у нас, да, страна как бы открывается. Мы ждем указа, который позволит гражданам 80 стран сюда приезжать без визов. А это еще один повод для программы, возможность безвизового въезда. Я к нашим экспертам в том числе обращаюсь. Нам вот не хватает все-таки грамотного маркетинга, продвижения нашей страны. Или все-таки действительно стоит открыть границы, сделать безвизовый въезд для всех. И тогда сюда народ устремится и будет знать нашу страну. Вот как по моему мнению, то, собственно говоря, открыть границы, это, конечно, очень хорошее и давно ожидаемое событие. Но с точки зрения вот какого-то взрыва интереса, если мы говорим о дальнем зарубежье, мы не должны ожидать. Само по себе открытие границы этому не приведет. То есть для того, чтобы этот интерес инициировать, необходимо совершать определенные действия с точки зрения привлечения. Зачем им сюда ехать? Что они здесь найдут? И самое главное, получат ли они, скажем так, тот уровень сервиса или то понимание сервиса, который у них есть, к которому они привыкли, приближают в другие страны. Здесь вы хотите сказать, вопросы задаю я, точнее, вы вопросы задали, а вы на них и ответьте тогда. Я как бы риторическим вопросом задаюсь, и поэтому здесь… У вас есть наверняка и ответ. У меня есть ответ в том, что, конечно же, это не приведет к моментальному взрыву интерес к нашей стране. И более того, я сказал бы, тренироваться нужно, условно говоря, как в известном фильме «На кошках». И, в общем-то, по большому счету, у нас есть восточный сосед с огромным туристическим потенциалом, с учрением въездного туризма для нас, которым мы в полной мере все-таки не пользуемся. И это говорит о том, что мы сами еще даже с ними… Кругом российские туристы в наших здравницах, санаториях на Новый год приезжают. Да, Вадим. Извините, одну маленькую ремарку, но в то же время известный факт, что наши гостиницы, которые мы построили к Чемпионату мира по хокке, они заполнены даже наполовину. И это ведь тоже показатель того, что даже те возможности, которые мы имеем, реальные и хорошие уже, в принципе, возможности для размещения. Я просто хочу немножко не согласиться, потому что все-таки виза для многих является сдерживающим фактором. То есть при выборе, когда он будет сталкиваться, потенциальный турист, с тем, что ему надо оформлять визу, посольство, это его будет сдерживать. Поэтому виза, конечно, без визового въезда, он откроет такие более широкие границы, я уверен. Но это вообще не опасно, все-таки в мире эта ситуация непростая. Я думаю, там определенные страны будут, те, которые будут условную какую-то безопасность гарантировать. Ну, есть где-то 80 странах, насколько я помню. Ну, я понимаю, но я уверен, что те страны, которые могут дать нам проблемы, они, наверное, будут пока в списке не въездных. Андрей Гусаров. Ну, во-первых, процент загруженности гостиниц. Нормальная планка – это 60%. Это во-первых. Во-вторых, мы находимся, и мой офис находится в объекте НОК. И он вполне себе загружен при нормальном менеджменте. Другие объекты НОК при том же… Олимпийского комитета. Да, Виктория Олимп. Да, постоянно востребованная гостиница. Да, хороший менеджмент говорит о том, что есть загрузка на текущий момент в той гостинице, где есть грамотное управление. Я не могу говорить про другие гостиницы, потому что это не мой бизнес. Я хотел бы согласиться с Вадимом, потому что, да, это не вызовет массового всплеска, но как минимум наши бизнес-партнеры могут системно приезжать в Беларусь и решать локальные проблемы так, как они привыкли это делать. То есть вы тоже за безвизовый режим? Конечно, я хотел бы сказать, что для человека из Западной Европы на текущий момент приезд в Беларусь сопряжен с определенными трудностями. Не стоит создавать их там, где их быть не должно. По поводу туристов из Российской Федерации курс российского рубля упал по отношению к доллару. Беларусь не так привлекательна для российского туриста. При этом наши гостиницы действительно здравницы и так далее и тому подобное. Они загружены этими туристами. Но при этом они не могут работать сегодня ни с литовцами, ни с поляками, ни с кем-то, кто может дать нам валютную выручку. Это уже информация из первых уст самих организаций здравоохранения. Есть российские туристы, но для них сейчас Беларусь дорога. Понятно. Если все замечательно, то что тогда обсуждать? Конечно, уже все вопросы решены. И, собственно говоря, если уже рассуждать о том, что российские туристы приводят валюту... Вопрос уже не так стоит. Замечательно нет. Конечно, есть куда стремиться. Мы говорим, какой будет посыл, какой толчок, к примеру, от определенного действия. И однозначно без визы, естественно, для стран Европы или каких-то партнеров, которые могут гарантировать безопасность, это будет, ну, скажем так, продвижением нашего туризма однозначно. Это бесспорно. Мы пригласили также студию журналистов, которые активно пишут на темы, связанные с обсуждаемо. И Андрей Барашко, соучредитель ресурса Холидейбай. У меня вопрос сразу, наверное, к двум экспертам. Вопрос мнения. В первую очередь я хотел бы задать вопрос Девятовскому, Вадиму, вот, коль скоро палата представителей с нами. У нас есть еще такой момент, как пятилетняя программа. Можно ли туризм планировать на пять лет в свете вот такой изменяющейся геополитической ситуации? Ведь за последние там 15-20 лет практически ни одна пятилетняя программа не была выполнена. И вот Лиля Кобзик, не даст соврать, рапортуем о невыполнении планов каждые пять лет. Но ритмично делаем их и ритмично снова невыполняем. Андрей, у нас есть еще показатели, которые душат турбизнес. Безусловно. Вот эти показатели, особенно, что касается… Основные экономические показатели. Да, да, да. Что касается валютной выручки, экспорт, да, туризм. И, допустим, той же гостинице невыгодно иметь дело с туроператорами, а выгодно напрямую, скажем, принимать туристов, потому что тогда показатели идут насчет им. А в бизнесе дело не в показателе. У меня вопрос связан с тем, что, коль скоро мы там делаем какие-то послабления уже в поле, может быть, стоит и в законодательном уровне сделать их, планирование сделать краткосрочным, таким, каким является туризм, сфера, которая меняется чуть ли не каждый день. Понятно. Нужно ли долгосрочное планирование и жесткие экономические показатели? Я за диалог. К примеру, действительно есть ресурсы у депутата, который может продвигать законодательство те или иные инициативы. Поэтому, чтобы… Но очень важное замечание. В процессе вот этого проработки, этого вопроса, мнение тех, кто предлагал, поменялось. Через год оно было кардинально другим, к примеру. Поэтому вот конкретный вопрос, вы его задавайте, будем встречаться, обсуждать. И я гарантирую продвижение в законодательство, как человек, который… Но у меня тоже, Лилия Кобзик, здесь в этой связи вопрос есть. Если мы говорим об успешных странах, понятно, там сейчас политика вмешалась, немножко ситуация ухудшилась, но когда-то были успешные примеры Турции и Египет. И там это были долгосрочные государственные, в том числе, программы развития туризма в тех или иных местах. Ну, Шар-Майшейк, вспомним, это же фактически искусственно построенный город. Вот он долгосрочное планирование. Я готова прокомментировать, и Андрею тоже барашка. Я не парламентарий, конечно, не претендую на глобальные какие-то вещи, но как это делается, как это делается в разных странах. Мы наблюдали это 20 лет последних. Не нужны показатели, не нужно планирование, но нужна стратегия. И у них была стратегия, у поляков, у турков, у египтян, у литовцев, у наших соседей, у россиян в том числе, которые очень бурно развивались. В свое время она была у Франции, вот сидит Уильям, когда послевоенная Франция открывалась, как она делала туристы. Но я напомню, что Франция первое место занимает по туризму в мире. Да, год не очень удачный, мы знаем все печальные события, но тем не менее нужна стратегия. Не вот эти вот какие-то показатели, которые душат отрасль. Стратегия и... Нельзя поменять эти показатели. Да, да, они не меняются. И от этого происходит очень много вот этих проблем через 5 лет. И такое ощущение, что мы догоняем время, а это неправильно, потому что нужно идти впереди процессов, либо желательно хотя бы в ногу. Стратегия и в том числе комплексная программа. Почему мы сегодня говорим, что откроем страну, 80, так сказать, из 80 стран граждане поедут без виз, но мы не ждем притока большого. Мы же так ставим вопрос. Почему? Потому что мы сделали безвизовым уже нескольким странам режим, и они не поехали. Турция безвизовый режим, их стало меньше. Вот вы будете смеяться. Беднее стали. Нет, беднее стали россияне, и поэтому последние несколько лет они меньше к нам ездят, и уже столько их нет, к сожалению. Нет, дело в том, что нужна комплексная программа. Одни визы не сработают. Нужен сервис, правильно? Значит, прорабатываем. Вот об этом будем говорить в следующих частях. Хочу еще Уильяма Тона спросить. Ну реально, вам приходилось, я так понимаю, три раза где-то получать белорусский виз. Это проблема действительно для иностранца? Нет, первый раз мне нужно было получить приглашение от подруги, с кем я жил в Лидве, там учил. Потом просто в университете через веб-сайт можно найти, потом они сами сделают приглашение и так далее, потом заработают, а компания, которая сделала приглашение. Но я просто хотел реагировать и сказать, что я раньше жил, может быть, год или две, а там, когда я сказал, что я живу в Лидве, может быть, десять или пять друзей хотели приехать к меня. А с того, что я сказал, что я живу в Белоруссии, все французы, американцы, литовцы, даже поляки и так далее, они все хотят приехать к меня и видеть Беларусь. Потому что мало всего знаем про Беларусь. То есть бюрократические барьеры все-таки существуют? Не может быть, да, но это не то, что нам не интересно в виде Беларуси, это чуть-чуть тяжело, потому что нужно понимать, что я как западный европейц, мне не нужно везать, мне не нужно везать никуда и нигде, почти. Я пойду в Турцию без паспорта, я пойду в Турцию с Икарли, грубо говоря, я пойду в Египт, я пойду везде и так далее. А когда мои друзья, они все хотят приехать к Беларуси, они все хотят, и я хочу им показать. То есть проблема существует, ее надо решать. И мнение Дмитрия Омпировича, газета СБ Беларусь сегодня. Я сам и не знаю, как решать, но я бы сказал, что… Вот там сейчас Дмитрий подскажет. Продолжим. Мы с Лилии об открытости. На самом деле дело не столько в открытости, только как позиционируется наша страна для той или иной зарубежной страны. Если мы знаем о том, что в той же Западной Европе тренд – это экологический туризм, у нас есть для этого очень многое. К нам приезжают снимать люди, снимать фотографии птичек, синичек и животных, которые входят в Красную книгу. Так почему бы для европейцев мы не должны стать стороной экологического туризма? Если для постсоветского пространства мы бульбаши, хотя на самом деле картошка ни разу не белорусский продукт, почему бы именно для России не позиционировать нашу страну как страну Драника. То есть для каждой конкретной страны, мне кажется, должна быть своя ниша. Итак, бренд Адмитрия Умперовича – страна синички и Драника. Руки подняты у экспертов, вынуждены эту часть завершать. Елена, мнение аудитории, рейтинг голосования. Да, и так, достаточно у нас разносторонние, да, какие-то предложения, но находит поддержку телезрителей Лилия Кобзи, которая говорит, что не важно, что пишет, главное, что о нас говорят, и что нам нужна стратегия. Конечно, поддерживают Вадима Девятовского, который призывает к диалогу. И Андрей Гусаров, который говорит, что не стоит создавать трудности там, где их быть не должно. Действительно, телезрители и наши зрители в студии согласны. Ну что ж, мы продолжим после короткой рекламы на ОНТ. Не переключайтесь. Это ток-шоу «Дело принципа» на телеканале ОНТ. Мы продолжаем обсуждать тему, сможет ли Беларусь стать туристической МЕКО, и что этому мешает. У нас проходит телефонное голосование. Сегодня мы спрашим у вас, что важнее для туриста – сервис или достопримечательности. Телефоны на ваших экранах. Пожалуйста, голосуйте. Нам важно ваше мнение. Ну, а что мы с вами думаем об отечественном сервисе? Это была тема опроса на улицах белорусских городов, которую накануне провели наши корреспонденты. Давайте посмотрим, каковы ответы. Пробелы, конечно, есть, но в то же время тенденция к улучшению в этом отношении, мне кажется, на мой взгляд, имеется. Думаю, что разве ужасно. Но есть деловые контакты в стране, поэтому люди будут приезжать. Есть куда двигаться. Есть над чем работать. Ты говоришь, терпимо. Одно слово. Я, допустим, недавно приехала, и мне кажется, Беларусь у нас очень даже хороший уровень. Белорусский сервис немного на данный момент, ну, как бы, не на уровне Европы. Меня он вполне устраивает, ничего против не умею. По поводу белорусского сервиса, я думаю, что он у нас на среднем уровне, даже ниже среднем. Белорусский сервис, да? Да. Все хорошо, да. Очень приятно было. Ну что ж, таковы ответы. Правда, некоторые отвечали в стиле чиновников, да, сами недовольны собой, но видим базу для роста. Я, правда, пообещал Андрею Гусарову и Тамаре Вятской дать слово. Они хотели высказаться еще в первой части. Пожалуйста, ни в чем себя не сдерживайте, но помните о времени. Спасибо большое. Вы знаете, что я вот посмотрела тоже этот опрос, одну секунду. Белорусы, ну, нация такая, но всегда всем недовольны. Недовольны собой, недовольны страной, недовольны тем, что вообще происходит. Но с другой стороны, тем не менее, все те люди, которые приезжают к нам, они отмечают доброжелательность, они отмечают такую любовь к туристу. Но по поводу французов, вот вы знаете, буквально недавно я встречалась с группой, это по поводу того, что мы страна там бульбашей. Я встречалась с группой французских молодых людей, которые здесь уже обучаются актерству в нашей стране. И вы знаете, актерство – это тоже хороший повод приехать сюда. И вы знаете, эти дети, которые впервые вообще приехали в Беларусь, они с такой любовью, они за месяц влюбились в нашу страну, вы знаете, и это вообще тенденция. Все те люди, которые бывают у нас, они влюбляются в нашу страну, они влюбляются в наших людей, они влюбляются в эту чистоту, они влюбляются в этот сервис. Понимаете, говорить о том, что все плохо. А вот сейчас мы поговорим о том, что плохо. Но сначала Андрею Гусарову слово. Я вот послушал человека из Советской Беларуси, да? Это Дмитрий Умперович. Да, Дмитрий, добрый вечер. Беларусь для россиян не страна бульбашей. И для французов другой страной она быть не может. У нас есть законы маркетинга, и не я их писал. И позиционирование должно быть общим для всех. И если Вадим, защищая нашу страну на международной арене, формировал некий образ, что это страна, в том числе страна спорта и туризма, надо показывать ее такой, как она есть. А иначе у нас может один приехать к бульбашам, а другой к салашам. И они встретятся тут и познакомятся. К салашам? Салаш это был этот лидер венгерских фашистов. Мы уберем историю. И одни к любителям бульбы, а другие к любителям сала. Это на тему разного позиционирования. Познакомятся в Минске и узнают, что их обманули, по сути. Не найдут ни бульбы здесь массовых захоронений. Бедные белорусы, между салом и картошкой. Ну а мы приглашаем в студию экспертов Елену Данникову, Евгения Конопляника и Елену Перминову. Ну, я обещал, что начнем с проблем. Елена Данникова, ни в чем себя не сдерживайте. Расскажите, как вас обидели отечественные сервисопредлагатели. Добрый вечер. Когда мы говорим о Беларуси, первое, что приходит в голову из разряда достопримечательностей, это, конечно, Беловежская пуща. И вот мы здесь прожили чуть больше года и решили, ну как же так, наконец-то надо туда поехать. Поехали. Приехали немножко не в тот въезд. И нам говорят, вы знаете, надо сделать крюк в 67 километров для того, чтобы заехать там, где надо. Мы говорим, ну у нас гостиница забронирована. У нас маленький ребенок, можно мы проедем по территории, ведь машины ездят, но разрешение мы еще не успели получить и так далее. Нет, делайте крюк. Крюк сделали. Приехали. Сняли номер люкс. Вай-фай. Вай-фая нет. Дело в том, что, вы знаете, до номера люкс вай-фай не добивает. Ну хорошо, у вас включен бассейн, сауна и бильярд. Идем в бассейн, бассейн до 10. Мы пришли в 9.05. Нет, после 9 мы в бассейн не пускаем. Ну хорошо, приходим на следующий день. На следующий день бассейн детский оказывается холоднее, чем взрослый. Ладно, идем в сауну греться. А сауна не работает. Она, оказывается, с 7 до 9. Пришли в 7 вечера, а она тоже не работает. Почему? Ну вот, ну не включаем мы ее. То есть ответа нет. После бассейна мы идем в бильярд. А бильярд до 10, он уже закрыт. Ладно, перед этим мы решили поужинать. Кафе «Сосны». В интернете прочитали там какой-то безумно вкусный травяной чай. Говорим, давайте. Вы знаете, у нас чай только по выходным. Хорошо. По выходным был понедельник. Можно вы это в меню что-то там заказали? Этого нету. А это? Этого нету. Ну пожарьте нам драники. Хорошо, драники. Молодой человек уходит, через какое-то время возвращается, говорит, у нас драников нет. Но если вы подождете полчаса, мы пожарим. Пожарим. Хорошо, уже заказали квас, сидим, ждем, уже все голодные. Через какое-то время опять приходит, говорит, нет, вы знаете, мы через 40 минут закрываемся, а драники жарить 30 минут, поэтому мы не будем их вам жарить. И вот, извините. В общем, мы перелили этот квас в пластиковый стакан. Это был какой-то экстрем-туризм, вы оплатили не ту путевку, там испытания какие-то были включены. Возможно. Так я хочу сказать, что... А, и еще быстренько про центральную кассу, где покупают билеты. Говорим, что мы хотим велоэкскурсию. Пожалуйста, объясните нам, какую лучше выбрать. Ну, посоветуйте, у нас маленький малыш, вот чтобы мы не устали, но все посмотрели. Девушка с очень откровенным декольте, с яблоком в руке, начинает речь свою так. И начинает говорить с полным ртом. И говорит она, в общем-то... Потому что ролевая такая у нее была функция. Видимо, да. Она говорит что-то непонятное, но суть в том, что это полтора часа, это два часа, не объясняя, что мы там увидим. Вместо того, чтобы сказать, ребята, там такой лес, там такой воздух, вы что ни выберете, все будет классно, возьмите что-то среднее. Все, больше ничего не надо. Нормальное человеческое доброе отношение. Подарите нам настроение, правильно? Ну, вообще, у всех этих обид у меня на все есть какое-то объяснение. Я не буду его сейчас употреблять, но тем не менее. Вопрос Елене Перминовой, директора департамента по туризму, Министерства спорта и туризма. Вот когда сталкиваются с такой ситуацией наши гости, руки не опускаются? Вы знаете, крайне печально слушать эту историю. Руки опускаются, потому что хочется, чтобы нам было чем гордиться. Хочется, чтобы к нам приезжали туристы. И такие истории, чтобы они были, ну, единичные или не случались вообще. Обидно, обидно за кадровый состав работников администрации. Вы часто сталкиваетесь с такими ситуациями? Часто жалуются туристы, которые приезжают на недостаток сервиса? Или это скорее исключение? Потому что, ну, в общем-то, я думаю, все согласятся в любой стране. Мы можем столкнуться с недостатками сервиса. Или это все-таки, к сожалению, пока еще системные недостатки? Вы знаете, сейчас меньше поступает таких жалоб. Вы абсолютно правы, что в других странах туристы также сталкиваются с негативными моментами обслуживания. Приезжают люди, возвращаются из Египта, из Турции. И, к сожалению, жалуются. И, несмотря на систему, все включено и на некачественное, несвежее питание, на грубое обслуживание, на очереди. Ну, достаточно зайти на любой сайт, где оставляют отзывы об отелях. Мы там начитаемся, этого достаточно много. Но нам-то хочется, чтобы нашу страну позиционировали совсем по-другому. Евгений, вот ваша оценка все-таки есть у нас вот эти системные проблемы с отечественным сервисом? И в чем причина? Мое мнение, что, конечно же, есть системные проблемы. То есть причина очень простая. Не все еще, наверное, трансформировались из какой-то, знаете, советской такой системы, то есть где работаем, грубо говоря, до 6 часов вечера, потом все закрыто, мы ушли. То есть люди не понимают, еще некоторые туристические организации, они просто не понимают, что надо работать для клиента прежде всего. Клиент всегда прав. Вы считаете, что это наследие советского прошлого? Вы знаете, частично. Уже почти 30 лет, как его нету, а мы все на него... Дело в том, что кое-где оно сохранилось. Вот это вся проблема. Понимаете, а мы-то говорим, что Беларусь привлекает чем? Это в хорошем смысле такой заповедник где-то советский, где есть и памятники, и народ уже приезжает на это посмотреть. Все так, но сервис, к сожалению, я... Да, Елена. Можно я пару слов? Вот все в Беларуси есть. Сюда, когда приезжаешь, первое, что возникает, это ты обращаешь внимание на то, какие люди доброжелательны. И это часто встречается в том числе в туристической среде. Мы перед Беловежской пущей посетили, были промышленными туристами на Белазе. Слушайте, ну это фантастика. Там вот за что ты деньги заплатил, адекватные деньги. Вот, кстати, промышленный туризм еще очень важное направление. Да, может быть, сейчас машин не так много продают, а хоть на них посмотреть можно будет. Мы говорим затоваренные склады, но это же не склады, это экспонаты, на них можно смотреть. Елена, у вас есть свой опыт. Я хочу сказать, что на моем счету шесть французов этим летом посетили Беларусь. А, в этом смысле? В этом смысле, да. Вот у меня показатели. Тайные личные жизни открываются. Я хочу сказать, что люди собирались два года, и, конечно, у них было некое такое опасение. Мандражер. Но они приехали, да. Я хочу сказать, начиная от гостиницы, они были поражены великолепной и ценой, и условием, чтобы был именно французский завтрак. Правда, одна гостиница, у которой было это условие, французский завтрак, но мы ее нашли. Я хочу сказать другое. После того, как мы ехали из Борисова, естественно, место для них очень знаковое, связанное с Наполеоном. Тем не менее, мы по пути просто захотели люди попить, ну там перекусить, конечно, что-то такое легкое. Мы заходим в пункт быстрого питания. Первое, с чем я столкнулась, самый большой стол на 6 персон, нас было 10. Мы так схватились за стол, давайте сдвинем столы. С чем я здесь столкнулась? Поставьте стол на место. У нас запрещено двигать столы. У нас, я говорю, почему? Противопожарная безопасность. Я говорю, позвольте менеджера, здесь 6 французов, вы меня позорите. Они не понимают, смотрят, а в чем дело, почему, что случилось. Я там с улыбкой, на самом деле, разрешили, да, то есть это был такой единичный случай, при условии, что мы больше этого делать не будем. Я сказала, что мы больше не придем, но тем не менее, на пустом месте сдвинуть стол. Вот такая ремарка, которая, в общем-то, это была... История много, думаю, каждый еще приведет, и положительная, и отрицательная, но... Это радует, что это единственный был момент неприятный за всю историю. И они, я так понимаю, что они не очень... Вопрос ко всем нашим экспертам, причины, и как это искоренить? Может быть, какие-то дополнительные меры вводить? И вот мне тоже хочется разбираться в причинах. Искоренит все конкуренция. Вот сказали, что не поедут туда больше. Ну вот они будут сидеть пустые, должны потом задать себе вопрос, а что нам сделать для того, чтобы к нам приезжали? Вот и все, и будут думать об этом. То есть невидимая рука рынка это все исправит? Я тоже согласна, потребитель голосует рублем. И менталитет еще. К тому же я тоже не склонен кивать на советское прошлое, там очень много было прекрасного. Но вы помните, там гостиница условно и администратор, мест нет. Иди договаривайся. Все равно было все востребовано, и люди занимались там не тем, чем должны заниматься. Сегодня уже, повторюсь, частный бизнес, он дает такие условия, когда и государственным предприятиям надо подтягиваться, и они подтягиваются. Мы с Еленой обсуждали накануне, что это может быть не в нашем менталитете. Может быть, глубже копнуть, что называется, менталитет, может быть, чего изволите, это просто не в нашем менталитете. Ведь опыт соседних стран, там кто-то нанимает Филиппина, кто-то там таджиков, кто-то еще. Может быть, вот эта сфера обслуживания действительно где-то сидит. Есть же прекрасные примеры, где мы можем. Мы можем дать сервис, и люди, как вы сказали, вы же съездили на БелАЗ. И скажите хоть пару слов о Белавишской пуще, а то никто не поедет туда. Добрых слов. Вам понравилось там? Значит, вывод такой. Смотреть на природу, на животных, это фантастика, это море удовольствия. Это единственное, ради чего туда ехать. Сервис, он, конечно, подкачал, но природа... Но вы хотите вернуться в Белавишскую пусть? Нет. Истраивать ситуацию, я хочу, едьте в Белавишскую пусть, и это наша гордость, невзирая на сервис. Какая конкуренция, вот я хотела сказать, что Белавишская пусть, она одна единственная. Туда в любом случае, какие бы отзывы ни написали, хорошие или плохие, люди все равно туда поедут смотреть на природу. Она одна единственная, но с двумя лицами. Есть польская Белавишская пусть, есть белорусская Белавишская. У нас красивее. Я была на стороне, в том числе и польской, да, со стороны. Я хочу сказать, что там ничего не дают. Там все гораздо свободнее. Хочешь, иди гуляй. Там вообще нет даже той части, что есть у нас, да. Но может быть, действительно, она немножечко неправильно пока подается. Не совпадает то, что тебе ожидания не оправдываются. Мы не избалованная семья. Много где были, но тем не менее, если вы изначально говорите, что это будет палатка, без вай-фая, без велопрогулок, просто это дремучий лес, окей. Но не надо заявлять, что бассейн, сауна, вай-фай и прекрасный травяной чай и так далее, и так далее. Просто не совпадают ожидания. Мне кажется, если сравнивать там промышленный туризм на Белазе и вот Беловежскую пущу, все от руководства. Руководство не объяснило просто, в чем главная суть в туристическом бизнесе. Человек, который работает в сфере туризма, должен дарить хорошее настроение своему клиенту. Да, Тамара Вятская. Лена, спасибо вам за Белаз, потому что буквально на днях мне директор Белаза сказал, знаете, сколько они денег заработали на этом, на том, на чем, казалось бы, невозможно заработать? На туризме. Почти 200 тысяч долларов. Понимаете, то есть вот ни на чем. Они дарят настроение, да. Ни на чем с пустого места. А по поводу Белазской пущи. Лена, приедьте в Майонток, будете иметь и животных, и природу, и все, пожалуйста, вам. Есть масса хороших мест в стране. Не стесняйте, вступайте в дискуссию. Я хотел бы сказать, что, конечно же, можно пытаться выстроить сервис на том, что давайте с воззваниями, давайте, ребята, поднажмем, давайте улучшим наш сервис. Будем работать еще лучше. Накрутим, да, давайте еще лучше. Поставим задачу. На самом деле, это, конечно, тоже важно. Конечно, важно мотивировать людей. Но есть технологии, которые определяют, что нет бесталанных наций, которые не могут оказывать качественного сервиса. Есть вопрос, насколько мы пользуемся нормальными инструментами обратной связи от туристов. Вот вы попали в Белазарскую пущу, за половину тех моментов, которые вы там получили негатив, люди, которые вас в этот негатив опустили, должны были получить уже большое предупреждение. Еще один раз, и у тебя большие шансы потерять здесь место работы. Либо лишиться премии, либо еще. И это должно быть не от случая от случая, это должно быть постоянно. И тогда качество сервиса будет вырастать. Да, и вот вопрос Евгению Конопляннику. Вы реагировали, видел, как на дискуссию. Вот здесь прозвучало такое предположение, может быть, мы и не умеем так услуживать. Надо привезти кого-то из-за границы, тех людей, которые за меньшие деньги готовы обеспечить лучший сервис. Знаете, я по своему опыту скажу, что, возьмем мы такие вот страны, как Италия, Испания. Все знают, что у них есть сиеста. Вы никогда в жизни не заставите его работать в это время. Ни в гостинице, ни в кафе, ничего подобного. Я понял, Елена в Беловеческой пуще попала на сиестку. На сплошную сиестку. Если бы ее заранее объявили, no problem, как говорится. Хотя, казалось бы, нет больших претензий у стандартного туриста к этим странным. Могу сказать, что белорусы, белорусские работники туристической индустрии, с которыми сталкиваюсь я, это люди, которые готовы работать и 24 часа в сутки, в том числе непосредственно я. Мы работаем именно в таком графике. Мы всегда будем стараться улыбаться. Мы всегда будем стараться слушать каждого. То есть я в корне не согласен, что это зависит от нас. Вопрос с Еленой Перминовой. Но все-таки вот здесь говорили о том, что, может быть, не нужно нам долгосрочных программ развития туризма, доведения каких-то экономических показателей. Но, очевидно, нужна какая-то координация в этих вопросах. Все-таки учитывать и органам государственной власти, может быть, выстраивать какой-то реестр лучших предприятий по отрасли, худших предприятий, делать какие-то выводы, если системно оказываются некачественные услуги. Я абсолютно с вами согласна. Более того, хочу сказать, что недавно у нас приняты поправки к закону о туризме. И мы будем делать реестр субъектов туристической деятельности, который будет размещен как на сайте Министерства спорта и туризма, так и на сайте Национального агентства по туризму. На нашей страничке в Фейсбуке будут указываться обязательно, во-первых, компании, которые сертифицированы. Будут указываться компании, которые оказывают качественный, достойный сервис. Негативные моменты все будем отражать. Еще не могу не задать один вопрос. Очень много новостей из этой отрасли. В последнее время мы говорили о возможном безвизовом режиме и о маркетинге, который сейчас активно ведется. Означает ли это, что действительно всерьез наше правительство делает ставку на туризм, как одну из ведущих отраслей экономики? Да, абсолютно верно. Развитие туризма является одним из приоритетов государственной политики, экономической политики. И поэтому, помимо того, что у нас, вот вы задали вопрос по программу долгосрочную, да, у нас также принята программа «Беларусь гостеприимная» на 16-е-20-е годы, утверждена правительством в марте 16-го года. Вместе с тем мы считаем, что этого крайне недостаточно. Программа программой, да, целевые показатели есть, но стратегия развития. Вот здесь, кстати, программу критиковал Андрей Барашко, Холидей Бай, не могу не дать ему слова. Спасибо большое, добрый вечер. Еще раз я позволю себе такое мнение, а потом вопрос, связанный с пущей. Я не хотел бы критиковать все, что было сделано министерством, допустим, за время независимой Беларуси, но с моей точки зрения, может быть, нам для альтернативного мнения, что делать, нужно забыть о том, что мы что-то хотим сказать миру. У нас такая есть ошибка, на мой взгляд, что мы хотим видеть здесь в гостях американцев, западную Европу всю, мы хотим прямо вот попасть в топы, в чарты на первые строчки, но забываем о двух вещах. То есть о белорусском туристе, то есть о своих собственных ребятах, которые хотят отдыхать. На них зарабатывать можно и нужно, безусловно. И, во-вторых, вот эти попытки впрыгнуть в туристическую элиту, они порождают вот эти огромные шаги, за которыми мы не замечаем вот этих микровещей, о которых говорилось только что. Сервис, недостаток информации и так далее и тому подобное. Поэтому мы не удивим мир, надо трезво это признать. Мы не впрыгнем в эту элиту, но мы можем работать с тем, что есть. У нас есть, говорил Петр Попелушка, въезд из России 70%, наверное, с лишним. У нас есть соседи прекрасные, Украина, Прибалтика, Польша. На них, если сфокусироваться, вопросов хватит. А вопрос мой и к экспертам, и, может быть, гостям, снова-таки прозвучала там страничка в Фейсбуке. И вот Андрей Гусаров, как представитель маркетингового агентства, наверное, лучше меня расскажет, во что превращаются вот такие отзывы для страны на национальном уровне. Запомним, во что превращаются такие отзывы. Андрей Гусаров нам расскажет в следующей части программы, что время поджимает. Поэтому сразу слово Елене Михайловской. Прошу подвести итоги голосования. О качестве белорусского сервиса сочувствуют наши зрители, моей тезке Елене, с ее печальной историей. Но, тем не менее, Петр Попелушка, который говорит об обратной связи, да, вот это качество сервиса обслуживания, тоже нашел поддержку у наших зрителей в студии. Ну что ж, а мы продолжим дискуссию после короткой рекламы на ОНТ. Оставайтесь с нами. Это ток-шоу «Дело принципа» на телеканале ОНТ. Сегодня мы обсуждаем перспективы Беларуси превратиться в туристическую Мекку. И что этому мешает. У нас проходит телефонное голосование. И сегодня мы спрашиваем у вас, что важнее для туриста – сервис или достопримечательности. Телефоны на ваших экранах. Пожалуйста, голосуйте. Итоги подведем совсем скоро. Ну а накануне наши корреспонденты провели опрос на улицах белорусских городов. Чем наша страна может привлечь иностранцев? Давайте посмотрим, что отвечали люди. Базами отдыха на природе, наверное, это актуальнее. Я думаю, восстановлением и облагораживанием памятников культуры. Красивые озера белорусские, Нарчанские, Брославские. Ну что еще? Мирский замок. В Беларуси полно красивых мест. Наверное, лучше, чтобы у вас была более открытая страна. Чтобы легче было визу получить, а лучше без визов. Самобытная культура. Ее возрождение. Если сказать красивыми девушками, получится не очень корректно. Правильно? Моря у нас нету, поэтому особо нечем, я думаю. Природой, видимо, экотуризм развивать. Насколько мне известно, много российских граждан приезжают к нам в санаторий лечиться и отдыхать. Природой, наверное, у нас одно богатство. Таковы ответы. Будем сейчас обсуждать, на что делать ставку. А я приглашаю в студию экспертов Игоря Зеленковского, Виктора Пономарева и Надежду Угляницу. А вначале я попрошу свою коллегу Елену Михайловскую ознакомить нас со статистикой. Сколько иностранцев и откуда въехало в этом году в Беларусь? Да, немножечко цифр, но данные по август этого года. И за 8 месяцев в Беларусь въехало, иностранцы въезжали 2 миллиона 833,693 раза. И надо сказать, что все-таки больше едут к нам летом. Практически половина иностранцев приехали к нам летом. Да, вот мы видим, миллион 321 тысяча раз даже больше. Так, и откуда? Традиционно лидирует все-таки Россия, Украина. И, ну, наверное, это не удивительно. Вот такие данные. Это пока видим Россия, Украина, Литва. Ну да, то есть почти треть россиян вместе с украинцами больше половины, так? Да, ну меньше процента это граждане Китая. То есть лидируют соседи, но мы видим, так, вырос, кто у нас здесь из несоседей? Казахстан, да, Германия, Латвия. Где-то 1 процент, но это 1 процент по сравнению с третью россиян, 28 Украина, учитывая, что Германия не так далеко. В общем-то, это небольшой процент. Я попрошу наших экспертов прокомментировать эти цифры, все традиционно. Вопрос здесь можно было поставить по-другому. Какие деньги оставили они здесь? И какие деньги вывезли сами же белорусы из страны? И здесь мы увидим, что вывозятся белорусами, сами же белорусами сотни и сотни миллионов, которые на порядок больше то, что оставляют иностранцы. Это я к чему хочу сказать, потому что, вы знаете, меккой мы не станем туристической. И, может быть, пусть мекка остается у арабов. Но у нас есть, и опять же, экономическим таким драйвом туристический бизнес никогда не будет. У нас нет пальм, нет теплого моря, горного ландшафта. И мы не сможем соревноваться в экзотике с папуасами. Но у нас есть огромнейший потенциал свой. Это прежде всего наши граждане, которые выезжают, вывозят деньги. Ну хорошо, моря у нас нет. Но если посмотреть мы туры выходного дня, то зайдем на любой сайт туристический, мы увидим вал предложений в Литву, Латвию и так далее, куда с удовольствием едут белорусы. И опять же, на выходные оставляют там деньги. А это они могли бы сделать здесь. То есть внутренний потенциал. Внутренний потенциал огромный. Но что нужно делать? Нужно просто нам самим, самим себе понравиться. Вы должны полюбить свою страну, свою культуру. Ну хорошо, мы понравились. Вот, Игорь, давайте так, мы друг другу понравились. Дальше что? Мы отдыхаем у себя. Не, ну я люблю Беларусь, вы любите Беларусь, все мы любим. Ну вот, кого остановят, я не люблю, все любят. Более того, многим просто они по карману выезжают отдыхать за границу. Они хотят отдыхать в Беларуси просто потому, что им только это позволяет их финансовые возможности. В чем проблема? Да дело в том, что финансовые возможности такие, что у нас сервис дорогой. А вот обратимся к флагману нашей туристической индустрии, это здравницы, санаторий, которые, действительно, вот если мы говорим о бренде белорусском, у нас не теплого моря, хотя половина въехала летом иностранцев, это наши здравницы. Что здесь, какие планы, в чем проблема? У нас есть представители как государственной организации, так и частного бизнеса. Пожалуйста, начнем с Виктора Пономарева. Да, вы знаете, вопрос в том, что Белоруссии очень сильно повезло в чем? Мы имеем уникальные природные факторы. В первую очередь, это наши минеральные воды, которые есть в Белоруссии, как те же радоновые воды, как те же воды, которые, как в Трусковце, как те же воды, которые есть в Моршине. Мы имеем свои сопропелевые грязи непосредственно. И мы сохранили, на самом деле, сегодня уже вспоминали советское время, мы сохранили именно ту систему советского курортного дела, за которой сюда едут. И вот если посмотреть, вот даже показывая из каких стран, к нам вот в тот же радон приезжают и с Австралии, и с Англии, и с Америки. Я уже не говорю про наши прибалтийские республики, не говорю уже про россиян, потому что в тот же, например, получить радоновые источники с Москвы или в Пятигорск лететь, или на Украину лететь, это вопрос. А здесь какие-то 700 километров, пожалуйста, приехали и полечились. То есть за санаторным лечением ехать будут. Они едут, ехали раньше, едут и будут ехать. Потому что на самом деле, вот особенно после 2006 года, когда все здравницы, как говорится, пошли в общий план, они же все вложили. Вот это может быть тогда ощущение, что ехали и будут ехать, оно как-то и на сервис, может, где-то влияет. Да, Андрей. Мне кажется, что персонал здравниц, в том числе вашего заведения, никак не нацелен на стопроцентную загрузку. И вы никак не работаете с таким показателем, как возвратность клиентов. Ваша программа лояльности предусматривает 1, 2 и 3 процента скидку. Поправьте меня, если у одного из ваших клиентов есть 8 процентов скидка после пятиразового повторного посещения вашего заведения. Один момент. Второй момент. Формирование стоимости лечения. Что сюда себя включает? Оно исходя из загрузки происходит. Если да, то это рыночный регулятор стоимости. Если нет, вы подвержены просто планированию ежегодному. То есть то, что вы сейчас говорите, ехали и ехать будут, мало чем отличается от такого места, как Крым. Там, где ехали, ехать будут, несмотря на то, что там Wi-Fi не работал, карты не работают. И в принципе интернет-то скоро может не работать. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, это самоднодейная достаточно позиция. Вам так не кажется? То есть ту базу, которую вам сделали в Советском Союзе, вы хотите сказать, что вы развиваете? Я был в аналогичном радонном заведении, называется Приозерный. Был дважды. Андрей, давайте дадим ответить. Уже понятен вопрос, да. Ну, отвечу на первый вопрос. Вопрос в том, что на сегодняшний день в среднем по Белоградзравнице, по нашим четырем взрослым санаториям, мы имеем клиентов порядка где-то 65-70%, которые нам возвращаются на следующий год. И многие наши клиенты, они сразу уезжают в санаторий, они уже заказывают путевку. Значит, они получили достаточно высокий медицинский эффект за тем, чем ехали. Вопрос второй. То, что да, есть вопросы, на самом деле мы развиваемся, и мы не самонадеянные. Не подумайте так. Ну, прозвучало именно так. Потому что вопрос в чем? Вопрос в том, что если мы развиваться не будем, мы встанем. Это мы прекрасно понимаем. Мы много ездим и за рубеж ездим. Мы принимаем чужой опыт. Мы вводим это в наше здравоохранение. Потому что понимаем, что на сегодняшний день… Можно, давайте конкретно. А вот какие инновации в последнее время были внедрены? Пожалуйста, опять же, то, что мы живем в Белоруссии, мы развили очень интересную сеть, как спелеоклиматолечебницы на основе нашей уникальной солигорской соли, которая есть. Они построены, у нас 8 этих спелеокамеров, и получаем очень высокий эффект. И когда сравнивают такие же, как называется, спелеокамеры на Западе, в той же Латвии, в той же Эстонии или, например, в той же Германии, то там, понимаете, там идет галлотерапия. Это совершенно разные вещи. Совершенно. У нас это природный фактор. Второе, мы ее в Белоруссию принесли и развили для того, чтобы наши пациенты не ехали, как говорится, на Калининградский берег. Пожалуйста, мы сделали янтарную аэроионотерапию. То есть сделали, как в свое родное, янтарные комнаты, которые тоже это групповая. То есть есть чем похвастать, да, Игорь Деленковский. А какой процент белорусов среди ваших? Значит, на сегодня у нас 64% это граждане нашей Республики Беларусь, и остальные 36% это россияне, потому что они просели, если сравнивать с прошлым годом. Да, но это стало доступнее. Не могу не обратиться с вопросом к Надежде Угленикс. Я, насколько понимаю, вы частные предприятия, представляете, с похожим спектром услуг. С одинаковым можно сказать. С одинаковым. Вы чувствуете конкуренцию. Вы знаете, нас конкурентами назвать нельзя. Мы стоим рядом в 100 метрах друг от друга санаторий Радон. И санаторий наш, Альфа Радон, скажу почему. Санаторий Радон, ему 20 лет. Она хорошая как бы здравница. Но если сравнить это с отельным бизнесом, это хорошая здравница трех звезд. Мы построили новый санаторий. Мы изначально поставили планку, что мы займем нишу четырех звезд. Поэтому те гости, которые... То есть вы идете на четыре звезды? Да. А Белогра здравница? На хорошие три звезды. А мы уже планку поставили на пять, если можно. Так вот это хорошее подтверждение. Поэтому те гости, которые сегодня приезжают и в действительности возвращаются в Радон, они к нам не поедут. Объясню почему. Их доход не позволит. Точно так наше ценообразование отличается от Радона. Если средняя путевка, я думаю, там 500-700 тысяч, да, наша путевка начинается от 980 тысяч, один человек, один и выше. Поэтому сказать, что мы конкурируем, нет. И в действительности санаторий... А почему мы боимся слова конкуренции? Обращаясь к нашему эксперту, так это может быть нормально. Мы можем говорить о том, что вот сегодня уже открыт наш новый конкурент, мы его уже рассматриваем. Это санаторий Плиса, который в следующий сезон именно летний. И тоже не конкурент. Нет, они уже конкуренты. То есть у вас сговор внутри отраслевой, а там это будет у вас конкурент, правильно? Нет, нужно понимать, если мы с вами располагаем тысячу долларов и едем за рубеж, мы не потратим две с половиной. То есть вот мы заложили изначально эту разницу, наши гости новые. Те, которые готовы, вы долго разговаривали перед нашим приходом о сервисе, которые готовы потратить деньги на этот сервис, в который мы вложили столько трудов, чтобы получить. То есть идет по себе, хочешь получить больше сервис, плати больше деньги. Вот простой ответ Дмитрий Омперович, газета СБ «Беларусь» сегодня. Я в продолжение задам вопрос, а какой процент молодежи в ваших санаториях? Потому что для меня, например, санатории, само понятие санатория – это слово, с которым у меня ассоциируется отдых и лечение моих родителей, например. Потому что лечение превосходное. И он хочет уже спа-центр современный. Во всем остальном скучно. Сколько не бывает на нарыщи, в очередной раз в этом убеждаю. Вы знаете, у нас мы позиционируем себя не санаторий, хотя называемся санаторий «Альфа-Радон», но мы себя позиционируем хорошим семейным спа-отелем. То есть так используют наши маркетологи. И у нас людей пожилого возраста, уровня ваших родителей, это процентов 30-40, не больше. А так у нас порядка 40% – это молодые семьи. Тем более мы принимаем деток, не ограничиваем возрастом. Если некоторые ставят себе вопрос, что до 3 лет деток не берут, мы берем детей со стольки месяцев, сколько согласны поехать родители. Самому младшему гостю у нас было 5 месяцев. Понятно. Это ответ. Вопрос нашим экспертам. Смотрите, мы поговорили о санаторном, о туризме. Упоминали промышленность. На что еще делать ставку? Вот Вадим Девятовский, мне кажется, скажет «спортивный туризм». Ну вот я так и хотел сказать «спортивный туризм», несомненно, потому что вот провели, к примеру, полумарафон очень спешно в этом году. Уже количество стран было больше, 42 представителя зарубежных стран приехали, любители бега. Это действительно очень модно, это в тренде, и мы будем развивать. Да, сыграло роль, что без оплаты была виза. Это тоже очень важно. И в правительстве эти меры разрабатываются. На полумарафон без оплаты визу получали участие. Да, достаточно регистрации, и сюда приезжали. Второй момент, тоже как свидетель, лично убедился, очень важны исторические факты. Вот, к примеру, шикарный у нас музей Великой Отечественной войны, он привлекает внимание иностранцев. Они находят там настолько много важного для себя. Они говорят, что нам историю другую преподают, и они хотят вернуться, чтобы узнать глубже историю и понимать. Кстати, многие, кто-то там критиковал линия Сталина, надо, не надо, но она привлекает иностранцев. Я тоже вижу, потому что это не просто, это же, ну не музей, это такой музейно-развлекательный комплекс, по большому счету. Но здесь очень важно и имидж страны. После таких посещений совсем другое отношение к белорусу у иностранца, потому что они понимают, что мы спасли мир, они понимают, какой ценой достался этот мир. И поверьте, уважение, никогда они потом не позволят пройти мнению, что здесь последняя там диктатура и еще что-то. Это имидж страны и исторические факты играют большое. Да, Андрей Гусаров. У меня в процессе вашей коммуникации родилось странное мнение, которое вряд ли поддержит зал. Сейчас посмотрим. Там на скриншоте было 0,9% жителей Казахстана, которые приезжают в Беларусь. Пускай белорусы вывозят деньги в массовом характере, в миллиардах долларов из Беларуси, но при этом будут более платежеспособными. При текущем уровне заработных плат белорусская рабочая сила является одной из самых дешевых стран постсоветского пространства. Так вот, казахский бизнес на текущий момент, у которого тоже был кризис, у него другая стоимость операционных издержек. И казахи, прилетающие в Беларусь, не знают о стоимости белорусских ресурсов. Так вот, может быть, пускай они сюда прилетают, открывая производство и бизнес при схожей законодательной базе, а это уже происходит. Но для этого нужно информировать узкий пласт населения в Казахстане о том, что здесь… Но это уже не туризм. Это люди приезжают и заработают. Послушайте, это бизнес-туризм. Два человека, приезжающих из Казахстана, по-прежнему составлять будут 0,8% или 0,9% там было. Но они привезут много денег. Да, много денег. И вывозите вы из страны валюту. А вот еще одна тема. Сколько денег человек привозит? Вопрос Петру Попелушко. На что еще все-таки делать ставку? Мы уже упоминали и о бизнес-туризме, и о спортивном. Я бы сказал, что, конечно же, нужно использовать уже то, что сформировалось, определенный стереотип у тех людей, которые знают уже о Беларуси. Ну, если мы смотрим на восток, допустим. Ведь вот недавно столкнулся с информацией о том, что в Праге открыли музей, причем он временная экспозиция, связанная с тем, что такое был быт во время социалистического прошлого. Великолепная идея. В танцующем доме у них такая выставка. Да, туда идут чехи сами и смотрят, как же они жили. То есть это и мебель, это какая-то бытовая техника, это и все, что связано с той жизнью. Это на самом деле уже другое время. Это космос, куда хочется уже прийти. А некоторые идут с ностальгией. Беларусь иногда воспринимает как некий заповедник советского прошлого. На самом деле это не так, конечно. На самом деле много что меняется, и те, кто сюда попадают, приезжают, в этом убеждаются. Но в принципе, почему этот стереотип не используют? Почему, условно говоря, нам не сделать такую экспозицию в музее? Есть Великая Отечественная война, это очень важная экспозиция, но существует еще развлекательный туризм. И люди, которые приезжают, должны иметь возможность в разные точки, куда бы идти. На этом сделал фишку себе московский ГУМ, где и гастрономы, все оформлено. Правда, там цены процентов, уж не знаю, насколько дороже, чем по всей Москве, но при этом это абсолютно идеальный советский магазин. Да, Тамара. У нас, вы знаете, есть такой частный музей, наверняка вы не знаете, музей Ленина. Знаете, где в Полоцке один человек просто сделал такой музей. Я вам хочу сказать, что в Беларуси непочатый край всего интересного. На самом деле, у нас же страна фестивалей. У нас совершенно не развита реклама. Вот в чем беда. У нас не рекламируется все это. У нас так много есть чего показать, так много есть чего рассказать. Исторически, безусловно, у нас есть медицинский туризм. Вы меня поддержите, да? То есть у нас есть все. Мы просто не умеем, как вы говорите, это продавать. А почему мы вот остановились на определенной планке и не увеличиваем количество? Вот это все у нас есть. А почему не едет больше людей все-таки? В чем загвоздка? Почему их едет больше? По цифрам же понятно, что едет больше. Рост есть. А может еще больше, если просто мы включим мозг и начнем рекламировать. Да, в один делом. Красноречивый пример. Сказали, что два конкурента и сейчас третий строится. Вопрос, чего он строится? Значит, это востребовано. Значит, туризм развивается, пускай в этом узком, да, сегменте. Я еще хотел сказать о экологическом туризме. Это очень важно. У нас действительно шикарная природа. Тут говорили про папуасов. У нас шикарная природа, которой нет в других странах. Да, экватор это хорошо. У нас шикарная осень, зима, весна, лето. Поэтому нам работать надо на эти экологические тропы. У нас действительно есть места, к примеру, в Витебской области Березинский заповедник. Мне сказали, что там есть места, где не ступала нога человека. Разве это не интересно? Да, едут к нам и охотники, и рыболовы. Это все тоже есть. Я хотел бы дополнить следующее. Что смотрите, вот сравним мы Грецию и Францию. В Греции больше все-таки природа дала для отдыха, чем во Франции. Но однако, лидер туризма это Франция. И Париж, где нет моря. Да, где нет моря. Почему? Потому что это результаты развитой экономики прежде всего. А туризм уже как следствие. Потому что все, что создано в Париже, это искусственно созданный ландшафт руками человека. И поэтому, а в Греции, увы, провал. И если возвращаемся мы к нам, то мы можем создать все-таки рукотворные ландшафты. Это прежде всего через развитие индустрии нашей, нашей экономики. А уже потом туризм подтянется. Когда мы будем зарабатывать больше денег, более успешно будет экономически, мы больше будем отдыхать здесь. Здесь и к нам приедут тогда. В Китае все-таки едут не в Шэньчжэнь в основном и Гуанчжоу. Туда едут за покупками. А как-то Пекин и Великая Китайская стена, где индустрии не так много. У нас нет этого, я повторяю. Но у нас есть все-таки богатый потенциал исторический. Здесь войны проходили, могут приезжать, но будут приезжать тогда, когда у нас будет развит сервис. А сервис будет только тогда, когда будет развита экономика. За кольцевая лагеря Телевковский. Вижу, готовы сказать за эксперты. Андрей, вынужден уже давать вам 30 секунд финальных, потому что за дискуссией времени не хватало. С вас и начнем. 30 секунд. Послушайте, не надо развивать никакой сервис. Не делайте вы вообще ничего. В кризис, классический, книжный, все аккумулируют внутренние ресурсы. Рекламируйте больше страну, выживут более сильные бизнесы. Вот и все. Отлично. Петр Попелушка, ваши 30 секунд. На самом деле, у нас есть такой символ белорусов. Мы можем много делать классных вещей, но, к сожалению, гораздо хуже их продаем. В этом смысле упаковка это наша еще перспектива в том, в чем мы должны развиваться. Если даже мы сделаем уже упаковку существующему, мы сразу же получим определенный всплеск интереса со стороны туристов. Тамара Вятская. Знаете, очень сложно в 30 секунд вложить всю любовь к Беларуси, которая есть. Но я хочу сказать одно. Самое главное, дайте свободу тем, кто хочет это делать. Отлично. Вадим Девятовский. Я хочу опираться на мнение все-таки людей, которые впервые побывали в Беларуси. И вот один пример был лорд Себастьян Коу, президент Международной Федерации Легкой Атлетики, который впервые побывал в Беларуси этой весной. И когда через две недели спустя время был Кубок Мира по спортивной ходьбе, когда он меня увидел, была большая делегация, и он всех остановил, сказал, вы не были в Беларуси, вы должны побывать в Беларуси. Вот такое впечатление иностранцев. А это тоже результат нашей работы. Отлично. И Елена, рейтинг зрительского голосования в этой части и во всей программе. Игорь Зеленковский, который сказал, что нужно полюбить себя, конечно, нашел отзыв у наших зрителей. Вадим Девятовский и Андрей Гусаров, которые предлагают свои уже где-то бизнес-проекты, да, Андрей Гусаров, предлагают оригинальные выходы из ситуации. Ну и, конечно, Петр Попелушко, который говорит, идти по пути на меньшего сопротивления, использовать стереотипы. Почему бы и нет? Спасибо нашим экспертам, спасибо студии за активное голосование. Завершается наше телефонное голосование. Сегодня мы спрашивали вас, что важнее для туриста при выборе страны. Сервис или достопримечательность? Итоги голосования на ваших экранах. Спасибо за вашу активность. Ну что ж, мы говорили сегодня о том, как мы любим нашу Беларусь, но мы хотим о том, чтобы ее полюбили иностранцы, приезжали к нам и развивалась эта отрасль нашей экономики. А кто знает, возможно, кто-то, посмотрев сегодняшнюю программу, нашел для себя новое применение, туризм, новая отрасль в беларусской экономике. Это было ток-шоу «Дело принципа» на телеканале УНТ. Встречаемся по понедельникам.